Каждая мелочь важна и в образовании детей. Однако его качество порой страдает, например, из-за перегруженности школ. Особенно острая ситуация стоит в селах Иркутского района. Как именно будут эту проблему решать, эту проблему с нехваткой учебных мест, узнаете в следующем сюжете. Без таких дополнительных парт разместить всех учеников в этом классе не получится. Школа номер два в Хамутово работает на пределе своих возможностей. Мест на всех желающих просто не хватает. И такие трудности сейчас практически в каждом учебном заведении Иркутского района. Обсудить проблему и попытаться найти ее решение сегодня приехали депутаты законодательного собрания региона. На месте они оценивают серьезность ситуации. Люди приезжают и действительно не хватает места даже принять новых ребят в школу. Потому что школа переполнена на сегодняшний день 1859 обучающихся. И это при том, что основной корпус школы рассчитан на 640 учеников, а здание для младших классов на 190. Уместить всех в одну смену нереально, как и проводить индивидуальную работу с каждым учеником. Разгрузить школы могли бы новые учебные заведения. Возможность их строительства депутаты областного парламента обсудили на рабочем совещании по итогам рейда. Вместе с замминистра образования региона и мэром Иркутского района. В одиночку Иркутскому району с этой задачей не справиться. Ежегодное число школьников увеличивается на 1500 детей. Ситуация становится критической. Нужно строить новые школы. Такая работа в районе ведется, но недостаточно, исходя из той помощи, которую необходимо оказать из областного бюджета. Проектная документация на строительство четырех школ уже готова. Средства на возведение данных объектов из областного бюджета депутаты предложили выделить раньше планируемого срока. Важно, как заявил спикер Александр Ведерников, ускорить и ремонт школ в целом по области. По этому вопросу парламентарии в ближайшее время проведут совещание. Кроме того, обсуждается идея разработать в регионе целевые программы, за счет которых будут обновлять школьные пищеблоки и оборудование в кабинетах физики и химии. Дарья Ивазова, Василий Заводский, Новости по будням.